Опять я тебе должна! Не надо так говорить, я тебя спасла, потому что хотела спасти. Правда, не то чтобы я сделала это одно. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Sound of Drop. И сегодня у нас... Третья очередная концовка. Падение в яд. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой дискорд. Ссылки в описании под видео. Ну и погнали! Так, и тут, в принципе, вроде как можно перейти на концовку сразу с этого места. А до этого всё как в прошлой концовке Бесконечный Океан Жизни, по-моему, она называлась. А, короче, не суть важна. Падение в яд. И тут мы остаёмся с... Ну, в принципе, не суть важна. Суть важна! Ну, короче, переходим сюда и... Остаёмся с девочкой. Я останусь с ней. Хоть она и сказала, что ей лучше одной, я всё равно хочу стать её подругой. Но вы же только сегодня встретились. И ты даже не знаешь её имени. С вами я тоже встретилась только сегодня. Однако вы всё равно спасли меня. Я думаю, что вы чувствовали тогда то же, что и я сейчас. Нет, не то же. Тихо прог... Тихо проговорил он. Это уже нормальным голосом... Блять. Тихо проговорив это, он уже нормальным голосом продолжает. Хорошо. Если ты действительно так решила, то я ничего говорить не буду. Большое спасибо. Можешь считать меня жестоким, но я... Больше можете ничего не говорить. Вы уже несколько раз приходите сюда, чтобы выжить. Я сама вам не позволю, чтобы все ваши старания сошли на нет. Но позволь мне высказать свою эгоистичную надежду. Надежду? Надежду, что мы трое обязательно отсюда выберемся. Я точно приду сюда через месяц. Поэтому с тобой я здесь не прощаюсь. Просто в этот раз ты выбрала другую сто... дорогу. Но если тебе нужна будет помощь, можешь положиться на меня. Вы же... Все же вы и правда добрый человек, Кензи-сан. Все нормально. Я остаюсь здесь не ради того, чтобы умереть. Я остаюсь, чтобы спасти. Не забудь эту решимость. Ни за что не забуду. И Кензи-сан покинул секцию рыб со всего света. Не оглядываясь и быстрым шагом. Наверняка это тоже является проявлением его заботы обо мне. Дождитесь. Химана. Мари. Я сжимаю руку, лежащей на полу девочки. Сейчас, когда время потрясений закончилось, я явственно ощутила, что судьба свернула в другое русло. Падение в яд. Звук капля. Я решила остаться здесь не потому, что мне наплевать на Химана. Я просто вспомнила, что чувствовала, когда Сагину Мариака избивала эту девочку. Если я брошу человека в беде, то Химана точно разозлится. Кензи-сан сказал, что мы эту девочку не бросаем, а спасаем Химана, но на деле никакой разницы нет. Девочку мы бросим на произвол судьбы. Такова истина. Как ни пытаясь я на неё смотреть. Даже если взамен я спасу Химана, то, конечно, она разозлится на меня. Химана наверняка может решить для себя, что ей действительно важно. Подобный выбор может быть жесток, поэтому она точно не пожелала бы мне оказаться в такой ситуации. Я не похожа на Химана. У меня нет её решимости. Однако я могу быть честна со своим сердцем. Мы с ней иногда ссоримся, но именно поэтому являемся подругами. Сделав выбор, я смогу продолжить верить в себя. Я хотела спасти её, подружиться с ней. Произнеся это, я чувствую, что набираюсь уверенности. Я усаживаюсь рядом с девочкой поудобнее, приготовившись к долгому ожиданию. К тому же я ещё не помирилась с Мари. Мари точно находится в этом красном океанариуме. Я чувствую, что если не разгадаю все загадки, то не смогу вернуться к нормальной жизни. Об этом откуда-то изнутри меня кричит мне интуиция. Моя история. После исчезновения Мари моя жизнь не закончилась. И дни продолжали идти с присущей им хлопотностью. Но каждый день я продолжала искать её. Родители написали заявление об исчезновении человека. Полиция вроде тоже продолжала поиски. Это даже стало темой для новостей. Но так как в этом деле не был замешан какой-нибудь ужасный маньяк или банда похитителей, об этом быстро забыли. Примерно когда я перешла в среднюю школу, родители внезапно начали избавляться от следов Мари. Возможно, это не было каким-то важным событием. Они просто начали выкидывать оставшиеся от Мари в доме вещи. Детская комната для двоих стала моей личной. Четырёхугольный обеденный стол заменили круглым. А количество стульев вокруг него с четырёх сократилось до трёх. Это случилось не сразу, но для меня оказалось внезапным. Ты всегда была единственным ребёнком в семье. Эти слова никогда не были произнесены. Но мне показалось, что именно это родители и пытались мне сказать. Когда я перешла на третий год средней школы, для моих родителей Мари уже не существовало вовсе. Это было внезапно. Неожиданно раздавшийся голос резко выдёргивает меня в реальный мир из моих воспоминаний прошлого. Очнувшаяся девочка медленно приподнимается и смотрит на меня. Она прижимает руку к кране на лбу, и её лицо искривляется от боли. Но в глазах виден стальной огонёк. Стальной огонёк? Ох уж эти, блядь, обороты русского. Опять я тебе должна. Не надо так говорить. Я тебя спасла, потому что хотела спасти. Правда, не то чтобы я сделала это одно. А? Я рассказываю ей о Кинзи-Сане, стараясь не пропустить ничего важного. Видя, что даже получив столь ужасную рану, она нисколько не смягчилась, я начинаю чувствовать небольшое восхищение. Она молча восслушала меня до конца. Примерно разобралась. Она медленно закрывает глаза и снова их открывает. Взглянув мне в глаза, она немного отворачивается. Щёки у неё приняли слегка розоватый оттенок. Обычно она говорит всё резко и без... Обеняков. Но на этот раз она почему-то покосывает губы, словно пытаясь найти слова. Ещё раз медленно мигнув, она снова смотрит мне в глаза. А... Я совсем не слышу, что она сказала. А? Не расслышав, я делаю вопросительное лицо. Извини, я не расслышала, что ты сейчас сказала. Ничего, это не важно. Нет, скажи, интересно же. Замолчи, настырная. О, скажи... Уговариваю я девочку, которая молча смотрит куда угодно, но не на меня. Сделав недовольное лицо и спустив поражённый вздох, она всё же решает признаться. Я сказала спасибо. Что не так? Сложив руки на груди, она смотрит вбок. Ты смогла поблагодарить меня? Вот грубить не надо. Вот от тебя это слышать не хочу. Цук! И у меня имя есть. Сая. Сакураги Сая. Сая Тян. Тогда Саи Тян. Ты тоже обращайся ко мне по имени. Хорошо, Майюми. Успокоилась? Не хватит тянкать, я не ребёнок. Ха-ха, спасибо. Довольно странно, когда меня зовут Майюми. Потому что и Химана, и родители всегда зовут меня Майю. Но против полного имени я совсем ничего не имею против. Но ты уверена? Ведь если ты решила спасти меня, то твоя подруга может умереть. А? Ты слышала? Смутно, но это ладно. Что будешь делать? Подумая о том, как не дать ей умереть. Ведь я вовсе не собираюсь бросить Химана. Но это слишком оптимистично. Ты же не знаешь, что может произойти. В ответ на это резкое заявление я качаю головой. Ты сама ответила на свой вопрос. Произойти может что угодно. То есть может случиться так, что всё будет хорошо? К словам придираешься. Цык. И почему меня спасла именно ты? Ты правда грубая. С немного поражённым видом я начинаю смеяться. Это потому что я почувствовала, что напряжение, бывшее во мне, как натянутая струна, наконец спало. Но, конечно, я понимаю, что ещё не время расслабляться. Но возможность вот так спокойно поговорить с ровесницей подарила мне некоторое успокоение. Обычно она выглядела до жутки холодной. Но сейчас тоже в каком-то расслабленном состоянии. За её резкими словами наверняка всё это время скрывались напряжение и страх. Я могу тебе доверять, Майюми? А, в смысле? Мы же в такой ситуации сейчас, что непонятно кому или чему можно доверять. Именно поэтому я спрашиваю это у тебя. А если ей, допустим, нельзя доверять, что ей мешает соврать? Логично. Если я смогу тебе доверять, то буду ценить твоё мнение. Если бы ты не пришла, то я бы тогда умерла. Досадно это признавать, но это доказывает, что в одиночку я справиться не могу. У меня не было ни желания, ни решительности вернуться назад живой. Я хочу довериться в этом тебе. Сая смотрит на меня с серьёзным выражением лица. Это не её обычный мрачный вид, взгляд. Мне показалось, что в её глазах я вижу решимость куда сильнее моей. Хорошо, верь мне. Потому что я верю в тебя. Этого недостаточно. Мы должны верить друг в друга безоговорочно. Иначе будем колебаться. Я глубоко киваю в ответ на её, как всегда, резкие слова. Хорошо, я обещаю верить в тебя. Я понимаю, что она хочет сказать. И целиком это поддерживаю. То есть теперь мы друзья, да? Это уже другой вопрос. Ты правда упрямая. Пусть и для возникновения дружбы ещё потребуется время. Но сейчас мы всё равно объединили наши судьбы. Чуть-чуть посмеявшись, я меняю тему. На лице Сая всё та же кислая мина. Я всё же хочу услышать от тебя. Почему Сагину Марьяка пыталась тебя убить? Кинзи-сан сказал, что Сагину Марьяка убила директора. Потому что Сая не удивилась, когда я рассказала ей это. Можно понять, что она об этом уже знает. Однако я всё же не понимаю, что привело к той развязке. Должно было что-то случиться, чтобы заставить Сагину Марьяка бить Сая головой о стенку аквариума. Я почувствовала страх иного рода. Не как когда Кинзи-сан сошёл с ума. Я хочу понять, что это за импульс, который заставляет людей совершать подобные вещи. Ты уже сказала о том, что она убила папу. Я отвечаю утвердительным взглядом. Тогда рассказ будет быстрым. Она, Сагина Марьяка, уже мертва. Мертва? Вырывается у меня удивлённый возглас. Сложно в такое взять и поверить. Она же дотрагивалась до Сая била её. Всем же известно, что привидения нематериальны и не могут касаться предметов и людей. Чтобы разрешить моё удивление и порождённые им вопросы, Сая по учителям голосом продолжает. Я не знаю почему, но Сагина Марьяка всё это время, со дня её смерти пять лет назад, продолжала и продолжает существовать в этом красном океанариуме. Однако её существование ограничено этим местом. Поэтому есть несколько доказательств. Прежде всего то, что она такая же, какой я её помню пять лет назад. К тому же она нисколько не постарела. Вы были с ней знакомы? Здесь нечему удивляться. Я ведь была дочерью директора океанариума, в котором она работала. Мы с ней даже разговаривали. Довольно безэмо... Безэмоциональным тоном она продолжает. Она поначалу не поняла, что это я. Хотя прошло всего пять лет после нашей последней встречи. Наверное, что-то случилось с её восприятием времени. Ещё одним доказательством является то, что она ни разу отсюда не вышла. Судя по словам этого Хиёси, отсюда вполне можно выбраться. Однако она не выказала ни малейшего желания этого сделать. Никакой еды здесь нет, поэтому нормальный человек не смог бы тут прожить. Да и я не думаю, что здесь можно выжить пять лет, когда вокруг происходят все эти непонятные феномены. Но она вела себя крайне хладнокровно, что доказывает, что она уже умерла. Кстати говоря, когда я встретилась с ней на сцене, где Химена, она сказала что-то насчёт того, что ищет ребёнка. Это её сожаление. Слышала же о Мстительных Духах. Наверняка Сагенома Река сейчас является одной из них. Ребёнок, о котором она упомянула. Тот ребёнок, который увидел сцену убийства директора пять лет назад. У меня захватывает дыхание, и я громко сглатываю. Это было связано с директором, поэтому я надеялась, что этим ребёнком была Сайя. Но это была всего лишь надежда, не сбывшиеся ожидания. Я уже догадывалась, кто на самом деле этот ребёнок. Должно быть, это Мари. И она стала такой же, как и Сагину Мариака. Моргнувся, я хочет ответить. Видно, что она колеблется, говорить мне правду или нет. Но в отличие от неё, я уже смогла обрести решимость принять правду. Ничего страшного, я тебе верю. Поэтому всё приму. Или уже забыла наше обещание? Не говори глупостей. Откинув чёлку с глаз, но она до глаз не дотягивает чёлка. Ладно. Она кидывает на меня пронзительный взгляд. Твоя младшая сестра, которую ты видела, уже мертва. Она ведь выглядела так же, как и тогда, когда пропала. Да. Её притянуло к нам, живым, и она смогла материализоваться. В этом мире призраки могут иметь плоть. Возможно, это тоже лишь один из феноменов этого океанариума. Ведь даже эти косатки и лягушки напали на нас, и что-то там даже сломали. Не давая ей закончить, я высказываю своё собственное предположение. Души, запертые в этом океанариуме, пытаются убить нас и захватить наши души, но я уверена, Мари не такая. Сагину Марияка тоже. Она не пыталась нас затащить. Затащить. Потому что у неё была своя человеческая воля. Сая продолжает. Когда я говорила сагину Марияка, то я догадалась, что она уже мертва. И кинула ей эту правду в лицо. Она внезапно впала в ярость. Наверное, в ней всё это время властвовала лишь одна мысль. Догнать и убить ребёнка, потому что даже она... Потому что она даже не заметила. Блять, поэтому она даже не заметила, что уже сама умерла. То есть, она отказывалась принимать факт своей смерти? Наверное. На мои слова, породили в ней сомнения по отношению к самой себе. Уверена, что при следующей нашей встрече она уже будет осознавать, что не принадлежит миру живых. Возможно, попытаются затянуть меня к себе. На месте сагину Марияка я подумала бы так же. У меня есть сознание. Тогда почему мне говорят, что я умерла? Однако, истина рано или поздно должна настигнуть её. А вот настигнет её истина рано или поздно, узнаем уже как-нибудь в следующий раз. А на этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова